Привет, друзья, с вами Кик, и сегодня будет видео касательно одной новости, на которую СМИ и медиа, как всегда, не обращают внимания, поскольку такая новость, на такую новость невозможно сделать хайп. Итак, вышла новость, что компания Securitize с помощью акселератора IBM станут токенизировать корпоративный долг на сумму 83 триллиона долларов. И тут самое трудное, наверное, для вас это то, что значит корпоративный долг, говоря простым языком. Корпоративный долг это, когда вы не можете платить, банк отпирает у вас дом, машину, имущество разное, это могут быть картины, телевизор, все это взамен на долг банк отпирает у вас. И потом банк это продает на аукционах. Вот это количество продуктов, которые были взяты взамен на средства, которые вы должны были дать банку, и называется долг, корпоративный долг. То есть для банков корпоративный долг это эти имущества. Для других финансовых компаний это могут быть другие вещи или другие типы корпоративных долгов. Там их много. Но вот самый простой корпоративный долг это имущество, взятое вместо денег, от которого нужно избавиться. Но вот в чем проблема, что такие имущества продаются с помощью аукционов. У каждой страны есть свои законы насчет таких аукционов. Есть промежутки, когда эти аукционы проходят. И в основном такие аукционы закрытые. Или даже если они открытые, то очень мало людей, заинтересованные в том или ином продукте, потому что там не огромная коллекция продуктов. Там, скажем, несколько домов, несколько картин, несколько телевизоров. Так вот, каждый продукт имеет очень мало заинтересованных лиц, чтобы они купили этот продукт. Поэтому в этих аукционах не очень много людей. А еще больше законов для иностранных покупателей. Поэтому посещать такие аукционы даже онлайн для таких людей, к примеру, как я, очень трудно. В количестве все эти продукты только в США и Канаде составляют 83 триллиона долларов. То есть, чтобы продать все это имущество и закрыть долг, нужно продать все это не меньше 83 триллиона долларов на эту сумму. Итак, компания SecureTest будет токенизировать этот долг. Что это даст? К примеру, если на аукционе есть 100 человек, заинтересованные в некоторых домах, которые на этом аукционе будут продаваться, с помощью токенизации эти 100 человек превращаются в 10 тысяч и миллион человек, которые заинтересованы частично купить эти дома. Касательно токенизации у меня есть видео. Пожалуйста, посмотрите, чтобы вы понимали, что значит частичное слово. Почему тут есть слово частичное? В итоге получается то, что рынок покупателей растет огромными масштабами. Здесь важно понять, что мы не говорим о том, что с помощью токенизации этот долг будет поглашен через несколько дней. Здесь мы говорим о том, что токенизация дает возможность масштабно увеличить покупателей для этого долга. И увеличить настолько, что даже я, находящийся в другой стране, могу участвовать в покупке этого долга так же легко, как я могу купить что-то из Амазон. Вот в чем разница. Теперь вы знаете, что такое корпоративный долг. И это не такое уж сложное выражение, которое могут понять только экономисты или финансисты. И как инвестор, для меня самое главное в этой новости то, что все это будет происходить с помощью компании Securitize. И мы знаем, что Ripple купила эту компанию. И компания Securitize работает на платформе Interledger и для ликвидности использует абсолютный XRP. Вторая часть этой новости, что еще интересное все становится. Токенизация будет происходить с помощью сети Ethereum. То есть Ethereum тут будет использоваться в функции Ethereum Smart Contracts. Для токенизации это обязательно. Без этого никак. То есть Ethereum обеспечит Smart Contracts для этой токенизации. А XRP будет обеспечивать финансовую ликвидность для продажи, покупки этих токенов. В двух словах, если кто-то впервые на этом канале. Многие говорят, что Ethereum медленный. Да, я сам говорю, что Ethereum пока что на пол, и это ужасно. Но мы не знаем, что Ethereum будет на пол со временем. Я однажды в своих видео говорил, что то, что Ethereum медленный, то, что Ethereum работает нехорошо. Это все не важно на данный момент. Почему? Потому что Ethereum уже поднял под себя рынок. За Ethereum стоят больше 50 самые большие компании мира. Это и банки, и технологические компании, и софтверкомпании. И никто из таких больших игроков не будет вынимать уже свои контракты из сети Ethereum и находить другую платформу, чтобы протестировать там. Быстро, давайте отсюда вынимем и поставим там. Такого не будет. И самая лучшая аналогия Ethereum это Windows. Windows до Windows XP был очень медленным. Очень много с проблемами. Но все равно весь мир уже использовал Windows, и никто не менялся, хотя там был Macintosh. Мы знаем, что JP Morgan уже на сумму, на количество, 150 тысяч контрактов, банковских контрактов, они положили в сети Ethereum. Никто не будет оттуда это вынимать и, скажем, начать работать с Cardano. Это не будет. Рынок большой, Cardano найдет своих потребителей. И даже компания Microsoft, один из самых первых компаний, кто, как бы сказать, возглавили директор boards для Ethereum под названием Ethereum Alias. Аналогично. То есть мы не будем ждать от Ethereum развития, как у Apple, если у Ethereum, директор boards сидит Microsoft. Да. Как они руководили с проектом Windows, так они и будут руководить с проектом Ethereum. Самое главное взять рынок, потом улучшать продукт. Это стратегия Microsoft, оно не меняется. И то же самое и на Ethereum. И в конце, что бы хотелось добавить. Мы увидим, что XRP день за днем компания Ripple делает шаги, которые обеспечивают нужность использования токена XRP. Я прочитал в комментариях, что вы говорите, каким новостям нужно следовать, чтобы понять, как развивается компания. Смотрите, СМИ и медиа делают то, что должны. Они, это часть поп-культуры, они не могут говорить про такие вещи, которые трудно людям донести. Поэтому 90% новостей это хайп. А хайп, как поднимается, так и забывается со временем, через несколько дней. Вот на такие новости нельзя обращать внимание, когда вы инвестируете. Нужно обращать внимание вот к таким основополагающим. То есть, это новость, что компания Securitize с помощью XRP совместно с Ethereum будут токенизировать долг на сумму 83 триллиона долларов. Что это за собой влечет, к чему это все идет. И это только Америка, Канада. Это все дает то знание, которое и помогает вам в понимании того, на что вы инвестируете свои кровные. Вот и все. Спасибо. Всем пока.